КАПИТАНОЧЕВИДНОСТЬ лендарной пушкой явно не является. Это всеми любимый, а многими ненавидимый, при этом одновременно, Крис Супер В Кастом, CDX MC Кракен, АК Альфа и всё тот же Тайфун. Модификации, прямо скажем, неоднозначные. В итоге две пушки из четырёх, понимаете, ни рыбы, ни мяса, почти какие были, такие и остались. Одна стала жарить, будь здоров, а одна, пожалуй, станет метовой, если, конечно, её не пофиксят. Но начнём мы, наверное, конечно же, с самого горячего, с горячих пирожков, то, что многие хотят узнать. Стал ли Крис Супер В Кастом метой, а также реальный имбой? Перед этим надо сразу оговориться, что это лишь одна из первоначальных версий модификации, возможно, уже даже на ПТС общей пушки в таком виде не попадут. Данный пистолет-пулемёл... Данный пистолет-пулемёл сам пощупал и сам на себе испытал. Мои... Все мои выводы будут спас... Суперсек... Лошарился. Все мои выводы будут построены, исходя из тех впечатлений, которые я испытал на суперсекретном тестовом сервере. Так вот, Крис Супер В. Данный пистолет-пулемёт получил два уникальных мода. Один из них существенно повышает темп стрельбы, но, правда, повышает и отдачу. При этом, как мы понимаем, наш Крис как не ваншотил в голову, так и не ваншотит, что является существенным минусом. А если учитывать, что у Криса, в общем-то, не самая слабая отдача среди пистолет-пулемётов, то жизнь становится не такой уютной. Конечно, можно поставить модификацию, которая отдачу снижает. Теперь такая есть, но даже с ней всё равно многовато рандома. Прицел плавает, ваншота в голову нет. В общем, будем честны. Неплохо, но не то пальто. С метой не потягается. И я думаю, что вообще Крис не стоит потраченных деталей и времени. Вторая же модификация просто повышает точность и дальность. Зачем Крису точность, я не знаю. А две единицы дальности для пушки, которая не ваншотит в голову и имеет уже не самые нагибные ТТХ, особой погоды не сыграют. Потому на текущий момент Крис не воскрес, я считаю. Он не стал хорошим, он не стал имбой. Он, в общем-то, не стоит того, чтобы вообще над ним потеть и пытаться прокачать. Это моё личное мнение. Посмотрим, что будет дальше. А какая картина у штурмовика с его АК Альфа? У штурмовика, капитан, очевидно, ситуация, честно говоря, не лучше. Может, даже похуже. Здесь у нас две модификации, одна из которых существенно увеличивает темп стрельбы, но при этом существенно же режет урон. Что очень и очень неприятно. А вторая превращает АК Альфа в оружие, которое стреляет отсечками. Здесь ТТХ всё в порядке будет. Но есть нюанс. Дело в том, что стреляя отсечками, мы имеем очень приличную отдачу. И даже, опять же, модификация на снижение отдачи не сильно-то помогает. Всё равно пушку прилично подбрасывает. Плюсом же сюда идёт ещё один недостаток, а именно темп стрельбы внутри самой отсечки. Если первая пуля попадает в противника, но при этом он, допустим, стрейфится, то вторая почти наверняка попадёт в то место, где он находился, когда он уже сместится. То есть, сам темп стрельбы внутри отсечки, он какой-то медленный. Обычно отсечка, она должна, понимаете, жарить почти три пули, как одна, вот, одна за другой. А тут нифига, первая, вторая, третья. В общем, не то пальто. Что огорчает? Могу сказать так, что Крис, что Калаш с модами не сильно-то превосходят оригинальный Калаш и Крис. То есть, устанавливая моды, тратя время, добывая ресурсы, ты в итоге получаешь пушку, которая, блин, ну по реальной эффективности, да не шибко-то отличалась от того же Калаша и того же Криса, который ты имел изначально. Потому на месте разработчиков я бы хорошенько подумал насчёт Криса и Альфы. Я предлагаю всё-таки тут серьёзно поработать, чтобы у людей было бы хоть какое-то желание заниматься их прокачкой. Получается, инженеру и штурмовику провели по губам. Нет, капитан, очевидность, пока ещё не провели, просто только начинают вести. Если модификации не улучшат, то да, будет капитальное такое проведение. В общем-то, штурмовику, инженеру в нашей игре, как ты знаешь, не привыкал. Как вы понимаете, друзья, два самых неимбовых класса в нашей прекрасной игре вновь получили нечто годное. А я, кстати, так подумал, ведь за всю историю есть один класс, который никогда себя по-настоящему плохо не чувствовал. Оно и понятно, снайпер всегда в шоколаде. Хрена лысого, никакой не снайпер, это медик. Ну да, если так подумать, были времена, когда он был плюс-минус, может быть, не имбой. Но ведь он совершенно никогда не был ущербным. Всегда есть нечто, что хорошенечко поджигает жопу противникам. И эта традиция никогда не прерывалась для этого класса. С другой стороны, зачем я вообще эту тему поднимаю? Я ведь, по сути, медик. Да, вы этого не слышали. И вот на арену выходит, сука, тайфун. Тот самый дробовик, который, по сути, никому нахрен никогда не нужен был. Если у человека было хоть что-нибудь плюс-минус нормальное, в своё время это был Ускон, потом уже более новые наивные свалы, типа там Гелтек КС-7, Чапа и т.д. и т.п., то на тайфун вообще внимания не обращали. Нафиг он, собственно говоря, нужен? Чаще всего не ваншотный. И, по большому счёту, весьма унылый автоматический дробовик. А тут ему подвезли два мода. Первый на темп стрельбы. И делает тайфун нечто похожим на Сикс-12 Ауто. Эффективность, честно говоря, так себе. Да и патроны улетают быстро. В общем, ни рыба, ни мясо. Просто крайнее плод дяди Тараса. Вот вторая модификация, которая увеличивает урон, при этом, правда, очень сильно режет темп стрельбы, мне весьма понравилась. Кстати, как и всем остальным тестерам. Стоим эту модификацию, накидываем сверху модификацию обычную на темп стрельбы. И вот уже очень даже неплохо. Два выстрела в секунду мы таки имеем. Да, конечно, автоматический дробовик превращается фактически в помпу. Но, ребята, как он, сука, жарит. Напоминает Сент-3-12 в обновленном виде. Ваншотит, правда, при этом чуть-чуть все-таки послабее, но и стреляет быстрее. В общем, пушка огонь. Я с ней играл и нарадоваться не мог. Сказать, чтобы лютая имба, да вроде не скажу. Все-таки темп все это дело балансирует. С другой стороны, пожаловаться хоть на что-то я тоже не могу. Получила действительно классная, офигенная пушка. Дробовик неприхотлив, на ближней дистанции можно даже не входить в режим прицеливания. И за это огромное спасибо. Все-таки постоянно стрелять с дробовика в прицель, это как-то, я не знаю, уныло. Это классика, чтобы дробовик хорошо жарил от ведра. И здесь это присутствует. Занятное изменение. А как же самый неимбовый класс Рокуха? А вот самый неимбовый класс капитана Севидность получил самую в кавычках неимбовую пушку. Да, ребята, тот самый CDX MC Кракен воскрес. И этот MC такие пластинки крутит, что вы сейчас просто охренеете. При этом у него есть одна модификация очень странная. Наёмкость магазина, перезарядку. Но, как объяснил мне один замечательный комьюнити-менеджер, он сказал, что, блин, понимаешь, братан, ну, а вдруг ПВЕшникам надо будет? Вахуй просто. В нашей игре, оказывается, есть ещё ПВЕшники. Душу греют такие обстоятельства. А с другой стороны, если у нас до сих пор есть ПВЕшники, на кой хрен им Кракен? Ладно, не будем мы, как бы, вот, даваться этим все дебре подробности. Ну, есть и есть. Модификация, честно говоря, по-моему, у меня не абсолютно бесполезная. Но есть вторая модификация, как вы понимаете, опять же, на урон. Которая очень сильно снижает скорость зума. Однако, даже с этой модификацией скорость зума остаётся по нынешним временам очень-очень годной. А если учитывать, что Кракен с этой модификацией ваншотит всё, и при этом у него вообще из коробки по природе Кракена нет никакой восьмёрки, до четыре с половиной крата прицела хрененный получается просто мегагодный. И хотя некоторые ребята говорили, что пушка, конечно, огонь, но Барретт нынешняя мета будет поэффективнее, у меня мнение совершенно другое. Возможно, в руках опытного снайпера, который живёт с Барреттом, спит с ним, кушает с ним вместе, они общаются постоянно. Кракен, может быть, и будет уступать. Но для абсолютного большинства всех остальных игроков лучше Кракена теперь ничего нет. Имбой пахнуло. Но сразу скажу, при всём при этом нельзя сказать, что вот Кракен действительно прям стал настоящим имбой в привычном понимании этого слова. Он стал реально эффективным на уровне того же Барретта Метового. Конечно, он не может простреливать препятствия так же, как Барретт, но целиться и стрелять с него однозначно намного приятнее. Да что там говорить, Кракен есть Кракен, друзья, кто с ним играл, тот меня поймёт. И вы знаете, пожалуй, можно даже сказать, тот самый Кракен в какой-то степени вернулся. И тут мы начинаем понимать, что Кракен этот почти наверняка пофиксит. Думаю, да, Капитан Очевидность, почти наверняка понерфит. Ну, не знаю, не буду ничего говорить, не буду ванговать, я думаю так, что всё-таки понерфит, потому что здесь Барретт, там как бы бабулесы уплачены, ну, понимаете, финансовые вопросы пошли, а тут пушка на модах, и вдруг она будет как Барретт или даже лучше. Лично я призываю разработчиков сильно новый Кракен по модам не насиловать. А лучше оставить, в принципе, таким, какой он сейчас есть. Таким же оставить Тайфун, а что касается Криса и АК Альфа, довести до уровня по эффективности примерно того же Тайфуна. И вот это реально будет просто бомба обновления. Думаю, многие старые игроки Варфейса только ради этого будут готовы зайти в игру. А когда зайдут и попробуют, скажут вам, разработчики, за такой подарок огромное спасибо. Продолжение следует...